Всем гавки, ребят, с вами Матильда, и сегодня будет Комикс Кранец и Волков, глава 4, часть 5. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Каштанка? Девочки? Каштанка, где же ты? Каштаноглазка! Мама, а с сестрой всё в порядке? Ни о чём не волнуйся, и спи. Мама, уже утро. Мама? Мама, где ты, мама? Где же ты? Да хватит так орать, я здесь. Мама! Потеряла меня, да? Угу, я напугалась, что ты забыла про меня и ушла. Не переживай, я ни за что тебя не забуду. Мама? А где Снежинка? С твоей сестрой всё хорошо. Правда? Конечно, просто её на время забрали наши предки. Апачи, пошли поохотимся. Не знаю, как ты, а я ужасно голодная. Я, я тоже. Ну, тогда пошли скорее. Ура, ура! А кого мы будем ловить? Кого найдём, того и поймаем. Мама, мы идём уже полдня, но так никого и не поймали. Я есть хочу и устала. Давай отдохнём. Нет, нам нельзя останавливаться. Мы должны добраться до стая, где живут хранители. А кто такие хранители? Это могущественные волки, у которых есть необычные дары. Они самые мудрые, и поэтому все их слушаются. Ты хочешь найти хранителей, чтобы спросить их, куда поделался папа? Нет, я иду просить их о помощи. Мама! Что с тобой? Ах, да всё в порядке, сейчас поднимусь. Ну всё, пошли дальше. Угу. Я сказал, вернись в нору. Ты только посмотри, звёздочка, нарушители. А ну, пошли отсюда, мерзкие нарушители. Подожди, перо ворона, там снищенок. Да мне плевать, пусть уходят в Азвояси. Не будь таким грубым. Видно же, что от них опасности меньше, чем от мух. Отвечайте, что вы здесь делаете. Я бы хотела знать, на чьей земле я нахожусь. Вы зашли на нашу территорию. Эта земля принадлежит стае ночи. Ночи? Да, теперь прочь. Мы не можем вернуться обратно. Наша стая, она сгорела. Как это сгорело? А папа, с ним всё в порядке? Ой, конечно, с ним всё хорошо. Вы могли бы остаться с нами? Как только мы найдём хранителей. Звёздочка, ты что такое говоришь? Мы не можем. А у вашей стаи есть хранители? Кто? Нет у нас таких. Ах, значит, мы ещё не дошли. Пошли дальше. Молю вас, приютите мою дочь. Ну, конечно, я буду заботиться о ней, как о своём щенке. Звёздочка, тебе что, своих волчат мало? Она ночная бабочка, чего стоит? Перо ворона, ты не до тёпа. Посмотри внимательнее. Этой волчицы совсем немного осталось. Она жива лишь по одной причине. Её дитя нуждается в спасении. Берегите её. Ну, мама, я не хочу, я пойду с тобой. Не бросай меня, мамочка. Не плачь, моя хорошая девочка. Просто я должна найти хранителей. Когда найду, то тут завернусь за тобой, хорошо? Правда? Конечно, только ты себе веди как следует. Угу. Ну что, пошли с нами в логово. Я познакомлю тебя с ночной бабочкой и пауком. Воспитайте из неё прекрасную волчицу. Обязательно. Мама, ты только возвращайся поскорее. Ну и... Как ты это всё объяснишь наше стае? Объяснять ничего и не придётся. Ведь не зря я скрывала своих щенков столько времени. Так ты знала, что что-то подобное может произойти? Догадывалась. Однажды ко мне во сне пришла волчица и попросила никому не показывать вырождённых волчат, пока в стае не появится ещё один щенок. Я её не видела, только слышала. Но когда я спросила её имя, то во тьме мелькнуло что-то красное, и от оказались глаза. И как же выглядела эта волчица? Я тогда очень напугалась, что тут же проснулась. Но теперь мне очень жаль, что я так и не услышала ответа. Эй, малышка, а как тебя? Подождите, а как зовут вашу дочь? Ах, давненько я не видела этот сон. Мам, всё хорошо, спи, звёздная, спи. Приятного сна в тебе, мамочка. И тебе, моя хорошая. Я всё ещё жду тебя, мама. До встречи, ребята, и увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»